Ситуацию с коронавирусом в Беларуси врачи и чиновники от медицины называют контролируемой. Рост числа заболевших никто не отрицает, но он не сравним с лавиной, обрушившейся на систему здравоохранения в Испании, Италии, Франции или США. Доказано, после того, как COVID-19 проникает в страну, полностью избавиться от него в кратчайшие сроки невозможно. И весь вопрос, как его встречают в той или иной стране, насколько подготовлены. Речь о мерах. И если они не приняты своевременно, счет умерших идет на тысячи. За примерами далеко ходить не надо. У нас же каждый такой случай становится новостью. Забегая вперед, сегодня президент призвал Минздрав не скрывать ни одного факта, не давая шансов фейкам. Ведь мотивы у тех, кто попросту запугивает людей, точно неблагие. Мы не знаем замыслы лидеров крупнейших государств, или, скажем, крупных государств, как они воспользуются этой ситуацией. Но из истории мы знаем, что каждый пользуется ситуацией, так как он считает нужным и выгодным для себя. Еще раз хочу, как бы непопулярно было подчеркнуть, без всякого психоза и паники. Вот месяц назад непопулярно я сказал, что мы скоро столкнемся лицом к лицу с проблемами в экономике, которые мы породим сами. Коронавирус плюс еще мы сами, заболев психозом, можем их породить. Сегодня не я уже это говорю. Сегодня говорят уже во всем мире. Первым, Трамп сказал, правда, об него ноги там вытерли перед президентскими выборами, что ты говоришь. Он так в свойственной манере, я его процитировал, сказал, что не выйдем завтра на работу, то умрет больше людей, чем от коронавируса. У нас, конечно, так не будет, потому что у нас еще социальная экономика. Это не Соединенные Штаты Америки. Есть страховка, лечим. Нет страховки, умирай под забором. Поэтому и поэтому столько еще смертей, и это у меня информация неофициальная, от тех людей, которые ехали из Беларуси и там работают врачами. Мы должны бороться за каждого человека. За каждого. Особенно, если речь идет о стариках. И если мы хотим, чтобы потом наши дети нас защищали и боролись за наши жизни, мы должны бороться за жизнь каждого старика, потому что, к несчастью, этот вирус бьет, прежде всего, по старика и бьет по тем, кто слабо защищен иммунной системой. Об этом говорят факты. Каждый из тех, кто не пережил коронавирус, имел и другие заболевания, и далеко не насморк. Астма, хроническая обструктивная болезнь легких, ожирение, сахарный диабет, онкология – список длинный. И главный вывод очевиден. Если есть проблемы со здоровьем, в период роста инфекционных заболеваний следует самому себя поберечь. Мы все понимаем, что болеть мы будем. Только желательно, чтобы это не было лавинообразного скачка по заболеваемости вверх, как это часто бывает. А чтобы эта линия прошла как можно больше к горизонтали, ближе к горизонтали. Поэтому мы отдаем себе отчет, что она у нас существует, эта заболеваемость. Но я молю Бога, чтобы она была такой, как сегодня. Пока система здравоохранения с этим справляется. На ИВЛ у нас сколько на сегодняшний человек? 20-30? 31 человек. 31 человек на аппаратах искусственной вентиляции легких. Список у меня также. Каждое утро предоставляют, где на ИВЛ находятся люди. А это в пневмонии, это самые тяжелые люди. И они обязательно в основном отягощены коронавирусом. В больницах сейчас почти 800 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Что до статистики смертности, ее подробно проанализировал президент, то с начала года в стране почти вдвое чаще погибали от суицидов, чем от пневмонии. Я обещал еще три дня назад, что получим мы статистику. Я хочу до вас ее довести, учитывая, что глава администрации новый написал для себя. Я даже в очках не увидишь, но тем не менее я вам прочитаю. Система кровообращения 18,5 тысяч, умерших за квартал 18,5 тысяч. От пневмонии за три месяца этого года умерло 254. По ряду внешних причин погибло 860 человек, что на 15 человек, правда, меньше 19-го года. Напомню, от пневмонии 254. Самоубийство 400 человек. Убийство 85. На пожары 206 человек. Дорожно-транспортное происшествие 107 человек. Ну и так далее. В целом, если сравнить ситуацию с прошлогодней, то число пневмонии в первом квартале еще и сократилось на 9%. Но любители жареного об этом предпочитают молчать. Инфодемия, уже журналисты назвали этот процесс психоза, который происходит вокруг. Я только что сказал, что 10 лет назад у нас была ситуация посложнее. Правда, это было где-то в ноябре-декабре у нас там какой-то пик. Но не было этого гвалта. Никто не мешал врачам работать, по крайней мере, специалистам и так далее. Сегодня это возвели в какой-то апофеоз. Главное при этом, пусть пишут, пусть говорят, я обращаюсь к специалистам здравоохранения, не обращайте на это внимания. Работайте, занимайтесь своим делом, конкретным делом. Они будут писать. Мы создали такой мир. Сегодня паутина, мусорка. Это туда, кто хочет, туда зашел. И что хочет, там и брякнет. Я это говорю потому, что многие врачи уж слишком парятся по поводу того, что кто-то что-то написал. Слушайте, если бы я переживал за все то, что про меня пишут, я с ума сошел бы. Вы уже меня не вылечили. Поэтому читайте хотите, читайте. Но не переживайте особо за то, что про вас там что-то напишут. Уже в мой адрес все пересылайте, я уже буду терпеть. Только занимайтесь своим делом. Не должно быть паники. Этот психоз не должен создать панику. Вы должны лечить людей. Точка. Все. И если нужно успокоить общество, рассказывать людям, как вы это делаете. Мы продолжаем работу по поиску, локализации всех тех контактных, которые сегодня у нас регистрируются. Работа службы не прекращается и ночью. Если это надо, проводится и педрасследование каждого случая. При необходимости проводятся дезинфекционные мероприятия. Это касается и очагов домашних. И, конечно же, проводится весь комплекс мероприятий, которые необходимо проводить в лечебных учреждениях. Для этого усилена группа, которая занимается дезинфекцией. Кое-чему эта пандемия нас уже научила. В первую очередь важность и соблюдение эпидемиологических правил. Это ведь не только от коронавируса спасает. Президент настаивает. Обработку антисептиками не только рук, но и общественного транспорта следует сделать нормой в любое время. Как и изоляцию от других в случае угрозы болезни. Только вот тотальный карантин подходит не всем. И как едва ли последнюю надежду, выбирают его не везде. Наша тактика изначально была не фронтом идти и наступать. И это не потому, что так мне захотелось. Скажу честно, министр здравоохранения часами мне там, местами иногда говорил, давайте фронтом. Присаживайся. А фронтом не получится, дорогие мои. Фронтом не получится, потому что мы в другой ситуации. И ресурсы у нас другие. Если Китай мог локализовать ситуацию и окружить ее, и у них полтора триллиона золотовалютных резервов. И народ немножко другой, знаете, в каком смысле. Если Россия себе может позволить, и то, знаете, горячим, прикоснулись назад, прикоснулись назад. Вроде бы закрыли Москву регион, а вроде бы и не закрыли. Вроде увели карантин, а вроде бы нет. И это при тех огромных запасах, которые у нее есть. И то они понимают, что эти запасы могут исчезнуть за несколько месяцев. Поэтому экономика должна работать. И вообще надо думать, какую пользу принесет вот это фронтальное наступление. Я считаю, никакой. Только вреда. Запереть людей в квартирах, как тут некоторые и в правительстве мне предлагали, ну это дело одних суток. Завтра введем военных, ОМОНовцев мобилизуем. В течение суток никого не будет на улице. Это я вам гарантирую. Вы этого хотите? Вы считаете, что это метод борьбы с этим? Я считаю, нет. Недавно в узком кругу меня поразила одна из женщин. Она говорит, слушайте, ну а как это вот врач? А как же это вот в Москве закрыли этих людей? А там же, говорит, есть эти стояки. Вот я, ну шахта вентиляционная называется. Вот мы их там закроем сейчас и никого не выпустим. По пропускам будем из дома выпускать. Я у министра вчера спрашиваю, это у меня была тема. Говорю, слушай, ты гарантируешь, что по этому стояку не начнут бродить вирусы и с нижней квартиры распространяться в разные места? Он мне говорит, нет. Так а как потом? Это что, крематории создадим для людей? И потом, мы открытая страна, и открытая экономика, и общество у нас открытое, как бы мы ни пытались закрыться. И мы не можем фронтами идти с запада и с востока на Минск, чтобы закрыть, изолировать, перевести всех на карантин. Мы этого сделать не сможем. Я вам говорю, как президент. Поэтому мы изначально избрали, и ВОЗ это одобрил, тактику борьбы очаговую. Немедленно были отданы команды, чтобы мы поставили людей в аэропортах и на границе. Это непросто. Что такое обнаружить? У нас вот этот один из первых идиотов был, который привез нам этот вирус, и мы тогда отследили с тобой 340 или 360. И всех, да, и всех вынуждены были собрать. Собирали, я подключил всю милицию, чтобы их вычленить и найти. Это было непросто. Но если бы мы это не сделали, неизвестно, какая была бы ситуация. К слову о контроле. На границе его не снижают, в остальном еще усилят. Депутаты завершают работу над законопроектом, который обяжет находиться дома тех, кто вернулся из-за границы или контактировал с заболевшим, но не хочет находиться в больнице. Этих мер, если их действительно придерживаться, достаточно для сдерживания вируса. Принимать меры нужно тогда, когда они назрели. Это абсолютно твердая позиция президента, которую, как видим, разделяют многие люди и в нашей стране, и за ее пределами. Я лишь хочу напомнить один момент. Сегодня президент с губернаторами говорил про посевную. На прошлой неделе побывал на успешном сельхозпредприятии, которое, к слову, останавливаться не хочет и, безусловно, соблюдая все меры предосторожности, работает на внутренний рынок, а также кормит соседей и наших дальних партнеров. Так вот, там главой государства был задан вопрос, на который пока никто, я имею в виду оппонентов, почему-то не ответил. Когда все будут сидеть дома, кто же будет доить коров? Сегодня прозвучал еще один вопрос на эту же тему. Что будем делать в целом с работниками сельского хозяйства? Или они чем-то отличаются от нас городских? Или, может, кто-то предлагает остановить посевную? Действовать нужно так, как диктует ситуация. И делать все, чтобы уберечь людей. По такому принципу сегодня строится и дальше будет строиться работа в Беларуси. Сейчас из существующего коечного фонда в стране для лечения больных коронавирусом Минздрав выделил порядка 10%. Хватает более чем. Займто с учетом всех неподтвержденных случаев всего треть. Но медики пытаются предусмотреть любое развитие событий. Вы придите, предложите, докажите. Надо, не слушаются, позвоните мне. Я на контакте в любое время дня и суток. Потому что я болею этой проблемой не вирусом, а проблемой этой болею. В любое время мы примем решение. Не надо вам на себя брать закрытие-открытие ресторанов и так далее и тому подобное. Не надо. Есть кому этим заниматься. Вы уже закрыли. Как-то я еще не был погружен. Первыми вы закрыли БНТУ, по-моему, или что. Я говорю, хорошо, комитету госбезопасности, доложите мне, где находятся студенты и преподаватели. И мы промониторили ситуацию вокруг. Продавцов магазин и прочее, они смеются. Только, говорит, куча преподавателей была из этого БНТУ, напротив какой-то книжный магазин. Только, говорит, вышли отсюда. А студенты чем занимались, вы это знаете? Вот мы изолировали. И какой результат? Нулевой. Но, откровенно говоря, люди молодцы у нас. При том, что мы их комендантский час, как от нас ВОЗ требует вести комендантский час, мы их не закрыли в этот комендантский час. Вы посмотрите, в основном люди выполняют рекомендации. Особенно старики. Тем временем в Витебске уже выпускают тест-системы для диагностики коронавируса. Небольшая упаковка, внутри четыре маленькие колбы – это реагенты, благодаря которым за считанные часы можно определить, заражен ли пациент вирусом нового типа. Всего за неделю ученые разработали методику. На этой неделе мы готовы уже выпустить 3000 тестов. Это 3000 измерений. С дальнейшим наращиванием еженедельно до 10 тысяч в неделю. Это тот минимум, который мы себе ставим. Сделать тест можно будет только в лабораторных условиях. Необходимым оборудованием в стране обеспечены все областные клиники. Исследование одного пациента будет обходиться в 12 рублей. Импортные тест-системы дороже минимум в 6 раз. Ценообразование стало отдельным вопросом из сегодняшнего совещания. Март уже регулирует торговые надбавки в аптеках. Не больше 15%. Но по-прежнему есть случаи, когда тот же антисептик или маска на пути от производителя до прилавка дорожают в десятки раз. Президент категоричен. Спекулирующих ждут жесткие меры. К этому подключился и госконтроль. Это же не дело, что где-то в аптеке нет масок. В частных аптеках. Где-то у врачей чего-то не хватает. Респиратора, перчаток, очков или же бахин каких-то. Ну было. Недавно были такие случаи. Мы каждый день эту ситуацию мониторим. В том числе и в ваших больницах. Есть еще проблемы. Я их знаю. Я, премьер-министр, предупредил и правительство. Если только к концу недели ответственные люди мне доложат, что чего-то не хватает где-то в магазинах, аптеках или в больницах, особенно для защиты врачей, правительство не будет. Будут работать другие. Да, Владимир Испанович, записывай. Это и тебя тоже касается. Ты мне три недели назад сказал, что ты в сутки будешь миллион или полтора миллиона масок шить. А сегодня мне докладывают, что нет миллиона. Я не знаю. Обещал мне ты. А кто тебе обещал, вот возьми его, без маски в палату коронавирусную положи туда. И в магазины, некоторые аптеки вздули, в два-три раза цены подняли. Как в России, в восемь раз некоторые маски подорожали. И другие защитные средства. У нас этого быть не должно. Увидел? Это единичный случай. Мы пойдем все без этих аптек. Твоя важнейшая задача, Владимир Испанович, это уже не премьер тебе будет делать. Защити врачей. Это не дело, что врач без перчаток, без маски принимает в поликлинике, где бы там ни было. Он должен хотя бы минимально быть защищен. Чтобы мы ни врачей не лечили. Врач должен лечить больных. А нам приходится врачей лечить. Но слава Богу, что не умирают. Спасаем мы их. Недопустимо, когда специалисты и врачи выходят из строя. Если я что-то могу для вас сделать, пожалуйста, скажите. Я уже министру говорил. Надо, Владимир Испанович, с тобой пойдем лечить людей. Только ты мне скажи, что я там должен делать. Я могу держать, носить, поднимать кого-то. А ты уже будешь там колоть или, не знаю что, трубку в горло засовывать. Я уже ему говорил об этом. Он говорит, пока не надо. Ну, жду. Если надо будет. Но каждый должен заниматься своим делом. Без паники, спокойно и красиво. Мы должны с вами победить красиво. Именно на тему защиты врачей президент сегодня обратил отдельное внимание. По его личному поручению вчера весь день Наталья Ивановна Качанова, председатель Совета Республики, изучала ситуацию на местах. Проехала по больницам, поговорила с докторами. Собрав эту и другую информацию, президент обозначил алгоритм работы и контроля. Минздрав обязан заставить главных врачей обеспечить сотрудников всем необходимым. Конечно, при помощи министерства и местной вертикали власти. Врач для нас драгоценность. Именно так это звучало в исполнении президента. Конечно, всем должны быть обеспечены те, кто работает в эпицентре. Но особое внимание президент обратил и на защищенность врачей, которые не оказывают помощь именно инфицированным больным. Но могут с ними столкнуться, когда нет симптомов, и те еще не знают о вирусе. Защита во всех случаях должна быть просто железной. Медиков, которые сегодня на передовой, поощрят и финансово. В марте им уже увеличили зарплаты. Сейчас правительство рассматривает очередное повышение. Но важная ремарка от министра здравоохранения. Сами врачи об этом не просили. Они сейчас думают о другом. Речь идет сначала о обеспечении безопасной работы медперсонала. И здесь есть деление те больницы, где госпитализированы пациенты с коронавирусной инфекцией, которые снабжаются, соответственно, табелью оснащения костюмом биологической защиты. Средства для защиты лица, либо глаз, это либо очки, либо защитные щитки. И респираторы противовирусной защиты, ну, соответственно, перчатки, бахилы и все остальное. И как сейчас все признают о том, что инфекционная больница и те стационарные короботы с этим пациентом, наверное, защищены лучше, чем все остальные. Потому что эти средства имеют достаточное количество. Имеются случаи, когда за медицинской помощью обращается пациент в обычную поликлинику, хотя мы постоянно просим, если у вас признаки есть респираторной инфекции, не надо никуда уходить, вызовите врача к себе. Но у нас все равно иногда приходят на прием в поликлинику, как с обычной респираторной вирусной инфекцией, и оказываются на один в кабинете с врачом-терапевтом, либо попадают в обычное общесоматическое отделение в неврологию, либо в другое отделение, где персонал все-таки экипирован хуже, и часть из них не имеет тех средств защиты, которые необходимы. И в результате мы получили, что именно не в тех стационарах, где оказывают медицинскую помощь, а в других имелись факты инфицированных медицинских работников. Президент, безусловно, понимает всю серьезность ситуации и не скрывает, что, возможно, будет непросто. Одна из главных установок участникам совещания, которая произвучала в финале, — не упрощаться. Сейчас в стране делается все, чтобы, пройдя этот непростой период, мы не получили еще больших проблем. Каких? Об этом глава государства сказал очень отчетливо. Мы не знаем, каким будет мир после этой пандемии. Что можно сказать по итогам совещания, и какие выводы и напутствия дал глава государства? Главный центр работы — Минздрав. Все там. С сегодняшнего дня абсолютно подключены к процессам и местные органы власти. Вся вертикаль. Они должны обеспечивать всем необходимым. Все мобилизованы и все процессы на контроле держит президент. Стратегии и тактика определены. Ну а через всех присутствующих на совещании главврачей и руководителей облздравов президент поблагодарил наших медиков за то, что они делают сейчас, вылечивают людей в условиях, когда и механизмы лечения не ясны. Ну и пожелал, работая, беречь себя. Это главное. Спустя пару часов в Беларусь прибудет миссия от Всемирной организации здравоохранения, которая оценит эффективность мер, принимаемых страной. Речь о так называемых технических специалистах. Пригласить их было поручением президента. Что уж говорить, в борьбе с паникой все средства хороши. Речь о том, чтобы успокаиваться, конечно же, не идет. Но излишнее, ничем не обоснованное беспокойство никому здоровью уж точно не прибавит. Наталья Стельмах, Татьяна Ревизори, Олег Шапель, Александр Автухов. Наши новости ОНТ.